Друзья мои, я вам предлагаю сегодня приготовить манник постный. Что мне для этого понадобится? 200 мл сока апельсина, можно покупать какой угодно. У меня лично сок мандарин. Я сейчас мандарины все выдавила, которые у меня были, и отправила для манника в чашку. Также мне понадобится 200 г манки. Сейчас я ее буду отмерять. Сразу в этот сок мы это помещаем. Я когда-то готовила этот манник. Рецепт даже есть не отправляю. Вдруг кто-то вспомнит, захочет. Или не видел, не вспомнит, приготовит. Он очень твой. И сюда же нужно 200 г обычной пшеники. Давайте перемешаем манку нашу. Видите, она сразу у меня пропиталась соком. И это чудно. Все это дело должно быть 20 минут настаивать. Вам покажется тесто очень, скажем таким, тугим. Но не бойтесь. Так и должно. Сюда же мы должны отправить 200 г сахара. Будет не сильно сладко. Будет вкусно. Но если вы прям не хотите сладкий сильно, то сделайте меньше. Я 190 сделаю. Соды 1 чайная ложка. Соды не будет отдавать, не волнуйтесь. Я сейчас здесь вот так промну ее. Нужно было бы ее через ситечко прогнать. Но я этого не сделала. Размяла все комочки здесь. И масло растительное мне нужно 100 г. 100 г, 100 мл. Я вот на весах отмеряю. Все то же самое. 100 г будет у меня. Сюда же. Вот такое, на первый взгляд, странноватое и густое тесто у вас должно получиться. Не волнуйтесь, такое оно и должно быть. Оставляем его минимум на 20 минут, чтобы у нас разбухла крупа. Тесто у меня получилось такое вязкое и как будто бы пышное. Я подготовила форму. У меня лично 19 сантиметров она диаметром. И эта форма разъемная. Я ее сделала ей дно из фольги. Теперь отправляю все тесто сюда. Ничего не делаю, не посыпаю, не обмазываю. Просто перекладываю тесто из чашки. Оно у меня постояло где-то минут 30, а то и 40. Около того. Духовка моя разогрета до 180 градусов. Выпекать нужно 40 минут. Манник, он не должен у вас подойти сильно. Это не как бисквит. Он не будет сильно высокий, но при этом он будет такой вкусный. Не волнуйтесь. Если вы не пробовали, обязательно попробуйте приготовить. Мне кажется, что он вам может понравиться. Он вкусный. Если вы хотите, то вы можете сюда еще и добавить цедру апельсина. В конвекции вверх-вниз и 180 градусов на средней высоте. Ждем 40 минут. 40 минут прошло. Манник мой готов. Посмотрите, какой он красивый, румяный. Чудесный. Пусть немножечко подостынет. И мы его вынем из формы. Просто шикарный. Попробуем его вытащить. Немножечко осела у меня серединка, потому что я его, наверное, повыше температуру сделала, чем нужно было. Может быть, можно было бы не на 180, например, а на 170, на 160. Влезет? Вроде по диаметру положен. Страшно. Страшно не уронить его на пол. А то ведь я так могу. В этом-то и проблемка. Сейчас мы его отсюда вытащим. Все, а вы боялись. Я же говорю, я все могу. Как хрустит заманчиво. Просто шикарно. Вот такой чудный манник. Совершенно постный у меня получился. Готовьте с удовольствием, друзья мои, и кушайте с удовольствием. Остынет, разрежем. Но он вкусный, я в этом уверена. Я уже его готовила. Шикарный. Приятного аппетита, друзья мои. Обязательно попробуйте приготовить такой манник, потому что он получается действительно вкусным. Постный и вкусный. Я его специально поджариваю до карамельной такой корочки, потому что мне она еще больше нравится тогда. Класс. Класс. Класс.